тот кто думал о покупке для себя карабина для практической стрельбы тут наверняка рассматривал в том числе и вариант в по 185 от вятских полян но этот карабин можно купить только с пятилетним стажем а вот карабины в по 285 можно купить и с двухлетним стажем так как это все еще ружье использующее патроны алтай то есть также как и на tr9 из-за законодательных изменений убрали нарезы из канала ствола и сделали их отдельной насадкой ну ладно не нарезая ну скажем полигоны или пусть будет специфическая сверловка ланкастер короче вы поняли на вятских полянах сделали так что на это ружье теперь можно устанавливать отдельную насадку парадокс шестью правосторонними нарезами кстати на официальном сайте этот ствол именуется изделием в по 285 позиционируется это изделие в том числе и для практической стрельбы так вот на мой взгляд в исходном виде она для практической стрельбы просто не подходит но если заняться его подготовкой то из него можно сделать и вполне приличный агрегат но сначала расскажу о некоторых недостатках которые не позволяет нормально для практической стрельбы этот агрегат использовать прямо так в лоб и скажу очень плохая эргономика слишком короткое цевьё узкая цепучая жахта магазина и просто ужасный предохранитель буквально вытащив из коробки свою новую покупку ребята приступали к колхозному тюнингу выполненному на 3d принтере но уж лучше так чем совсем не как сразу же решали проблему шахты установкой расширителя а на цевьё добавляли такую же 3d на хлопочку что улучшает хват но самое экзотическое и прямо скажем орковское решение это фиксация так называемых шампуров проблема серьезно этих шампуров вот этот люфт я вложился я собираюсь стрелять но теперь оружие у меня двигается даже несмотря на мою вкладку просто из-за люфта вот в этой части поэтому было придумано супер устройство которое этот шампур фиксирует в одном положении проблема на лицо алюминиевый неудобный приклад питерский товарищ это он придумал такие штуки что упоров чтобы они не болтались где держатель для шампуров вот это вот он встает распор и они имеют люфт вот такой вертикальный небольшой а шампурами ты называешь эти штуки я понял понятно я понял что 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 вы называете шампурами ясно и ну да прикольно я думаю вы вместе со мной можете поржать над этим техническим решением но что делать если этот приклад во время стрельбы болтается во всех направлениях хоть как-то его надо зафиксировать вместе с тем заколхозили еще и приспособление чтобы куда-то упирать щеку они в эту железку вот мне на самом деле интересно при производстве они так и задумывали мы сейчас делаем полуфабрикат подешевле а вы потом сами доделывать его из своих компонентов интересно услышать будет от владельцев такого карабина или от тех кто из него стрелял действительно ли ему удобно вот в таком стоковом виде использовать данное оружие на мой взгляд этот карабин просто в любом случае требует доработки хотя бы и колхозной а можно делать и не колхозно а вполне себе комплексно и профессионально то что предлагает например и лэй кастом слаг по 285 из вятских полян но выглядит очень прилично такой же существует девятки но вот этот конкретно в калибре алтай данная серия специфическая с длинным цельем она называется спорт насколько знаю сейчас почему-то продают в основном с коробками цели это затюненная версия здесь много интересных штучек и в частности вот эта часть ловер делает лейком и я первые две штуки пробовал приходили на тесты и они там включили не очень корректно работал карабин сейчас уже пользователи этого конкретного карабина стрелял около 5000 выстрелов и говорит все хорошо все ништяк несколько выстрелов сделаем видите что-то не то свой сам что-то не то с размерами то есть он не доходит не бьет он не бьет по ударнику все в общем не работает этот режим здесь самый сам тоже надо покупать отдельно вот в этом месте тоже мне кажется следовало бы сделать закругление почему когда мы удерживаем рукой карабин а у нас очень много переноса карабина одной рукой вот это место начнет натирать на некоторых рукоятках потому что она вот видите в контакте меня с пальцем на если переносить его на одной руке он контакте с пальцем находится и создает такой дискомфорт даже иногда можно получить здесь мозоль на другом ловере он начинает пулемете при нажатии происходит выстрел и при отпускании спусков крючка происходит выстрел то есть некорректная работа по с м потребует исправления но они только начали это делать я думаю они в итоге доведут это до ума версия ловера который продается уже сейчас лишена прошлых недостатков и работает корректно это не основная часть ее можно купить самостоятельно и также самостоятельно без проблем установить на свой карабин но как указано даже на сайте может потребоваться подгонка по месту это из-за того что размеры карабина впо могут гулять что конечно является не лучшей характеристикой для отечественного массового оружия тем не менее ловер решает несколько задач решается вопрос с неудобным предохранителем добавляется возможность поставить нормальный человеческий предохранитель причем двухсторонний и что еще интересно здесь самом ловере сделан выпил и палец ложится естественным образом то есть действительно удобнее наверное чем даже на исконной стандартные арки работать с этой кнопкой полностью решается проблема с шампурами на ловере стандартно устанавливается основание приклада от платформы аэр со всей бесконечностью прикладов естественно для чего этот ловер ставят для того чтобы можно было поставить нормальный приклад а заодно и появляется возможность ставить разные удобные рукоятки той же платформы аэр вместе с тем сюда можно поставить и улучшенный уэсэм более мягкий и с меньшим ходом для карабинов пистолетного калибра хороший уэсэм является весьма важным элементом а штатный уэсэм к сожалению потребностям не отвечает здесь все покрашено цирракотом выглядит отлично дтк от кастом ганс который один из самых эффективных и стоит я думал сначала неправильно сейчас скажу как правильно ставить дтк но потом я осознал что для решили как раз правильное направление от 45 градусов особенность карабина в том что он адаптирован под левшу вот кнопка для спроса магазина магазин выпадает свободно соответственно для левого указательного пальца чисто арочная тема единственное скажу что усилия великовата но здесь система рычагов по-другому к сожалению не сделаешь потому что вот это клавиша которая сделана по образу и подобие автомата калашникова она достаточно жесткой из-за пружины он зато фиксирует хорошо это с одной стороны но с другой стороны тяжеловато нажимается должен сказать пару добрых слов о шахте лейкома если угол острый как здесь то давление происходит намного более надежно мне уголочек нравится и так что в итоге для доведения выпал 185 до кондиции практической стрельбы потребуется вложение денег и времени можно колхозить задешево самому а можно делать дорого и богато скажем купил карабин за 67 тысяч 300 рублей а далее докупаешь usm плюс ловер плюс цевьё плюс труба плюс приклад рукоятка дтк расширитель и рычаг сброса магазина и все это вместе взятое будет стоить вам около 150 тысяч рублей разумеется все познаются в сравнении и вам решать что купить в по и допилить его до кондиции самостоятельно либо какие-то готовые решения будь то нл от кастом ганс или союз т.м. или курбатов где цены начинаются 160 тысяч и могут забраться даже до 400 напишите как поступили бы вы украсить купить бери у меня нам начинается что украсить это это ну Продолжение следует...